Здравствуйте! С вами Мастер Спорта. Программа о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Мастер Спорта расскажет и покажет про спорт то, о чем вы даже и не догадывались. Я Сергей Кизоркин, обещаю, будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Велотуризм. В Самаре это направление велоспорта развивается космическими темпами. Любителей двухколесного путешествия насчитываются сотни тысяч. За руль садятся от мала до велика. О маршрутах, дистанциях, велосипедах и спортсменах мастеру спорта расскажет Роман Еремкин, руководитель спортклуба «Велосамара». Здравствуйте. День добрый, Сергей. Как правильно выбрать велосипед, куда обращаться, где консультации? Сначала вам надо понять, насколько вы готовы к велосипеду и насколько далеко вы на нем готовы уезжать. Потом уже появляется туристическое снаряжение, уже попутно, когда прикатались, это велобагажник, там велоштаны. То есть достаточно уже более серьезная подготовка, потому что в походы с ночевкой это уже что у нас? Палатка-спальник, пенка, правильно? И там уже пошла тура снаряга для питания. То есть это горелки, посуда, необязательно для костра. Мы, кстати, в последнее время уже большинство туристов отходят от, как говорится, проявившие раньше топором рубили, пилили. Романтика. Да, романтика. Нет, в этом тоже есть своя романтика, но такое оборудование, как горелка и посуда для горелки, она позволяет облегчить груз и объем, который ты с собой перевозишь. И это все на себе или надо тележку какую-то покупать? Ну, желательно все-таки за спиной не более 5, максимум 10 килограмм возить, все остальное желательно распределить по велосипеду. То есть это подрамная сумка, это багажник сзади, на котором велосумка размещается. Я вот, например, велобагажники не люблю, я предпочитаю прицеп возить. Правда, ломал их в два раза. Ну, говорится, ездили на Алтай, ездили по Уралу, ну, немного не выдержал, бывает. Ну, до Алтая когда-нибудь доберемся. По Самарской области, рядом с Самарой, какие маршруты сейчас популярны и что вы можете порекомендовать? Ну, самое популярное у нас все-таки это Самарская Лука. Вот, не так давно у нас прошел веломарафон Самарской Лука, это один из этапов куб веломарафонов России. Ну, и вот буквально на прошлых выходных у нас стоялся веломарафон Самарской Лука классик по Старой трассе, через Ширяевский овраг. Вот, соответственно, это можно проезжать не в спортивном режиме, а в достаточно таком свободном, при этом даже два дня. Вот, что касаемо в области выбираться, в Малую Царевичину, в Сосновый Бор, хорошо покататься, хорошо подышать хвои. Вот, если есть опыт именно уже туристических походов, да, то в начале мая, уже на следующий год, можно попробовать себя в спортивно-туристической гонке, тур по краю. То есть дается три дня, дается один из районов области, где нужно посетить памятники Отечественной войны, там, гражданские войны, просто культурно-исторические какие-то объекты, там, храмы, церкви, мечети. То есть достаточно много объектов культурно-исторического наследия у нас есть в области, которые стоит посмотреть. Ну, не дожидаясь вот официальных вот этих турпоходов, если индивидуально или какая-то группа собирается, эти маршруты где-то можно посмотреть, изучить их? Или вы не рекомендуете, так скажем, обывателю садиться на велосипед и самостоятельно куда-то ехать? Ну, однозначно, обывателю мы не рекомендуем ехать в одиночку, вот. То есть это надо обязательно хотя бы как минимум в паре и, соответственно, уже оповестить там друзей родственников, куда вы собираетесь. Маршруты у нас есть, они в открытом доступе, у нас специально существует проект-навигатор. Как его найти? У нас на Велосомаре, то есть есть соответствующий пункт проект-навигатор, и там уже по различным уровням подготовки велосипедов каждый может для себя выбрать. Плюс у некоторых маршрутов есть описание, то есть что попутно удается посмотреть, какие опасности встречаются. То есть, соответственно, по дальность заброски, по тому, какое снаряжение брать. То есть человек уже может для себя определить, что ему надо. Плюс, конечно же, на форуме обсуждение, кто-то приглашает к себе в компанию поехать в поход. То есть такие варианты тоже возможны. Какие-то инструкторы-проводники есть? Да, есть инструкторы-проводники у нас, периодически они выезжают, тоже собирают группы. Плюс у нас уже не первый год работает проект «Новичковый поход», когда примерно за месяц до похода майского именно. Участникам рассказывается снаряжение, то есть как должен быть оборудованный велосипед, что с собой брать. И потом идет прикатка, и уже группами по 5-8 человек мы отправляем в Самарскую Луку на два дня. То есть это хватает для того, чтобы познакомиться с туристической составляющей велоспорта. Сколько это стоит? Это нисколько. Здесь основная цена именно то, что вы себе приобретаете снаряжение. Сам проект идет как раз добровольнее, то есть мы свободно, открыто делим своими знаниями. Ну, то есть получается, я вот сейчас собираю группу единомышленников, обращаюсь в велосамару, вы даете нам инструктора, и он нас катает два дня. Нет, это немного другое. То есть, да, потому что, говорю, вот есть именно отдельный проект, который мы запускаем в начале сезона, а дальше, так как у нас много соревнований отдельных, и у нас почти весь персонал инструкторов задействован, поэтому если выделять, то это уже получается на оплату на основе. Да, вот расскажите про эту составляющую. Честно говоря, это всегда обсуждается отдельно, потому что зависит от количества групп, от того, что еще инструктору придется вести, да, то есть, но такие услуги велосамара, она оказывает. То есть, если есть желание, обращайтесь, то есть, поможем, подскажем. Насколько действительно развито любительское велодвижение в нашем регионе? Вот движение у нас как раз любительское, профессиональное, развито очень даже хорошо. Вот. Проблема у нас упирается в инструктуру. Да, сейчас потихоньку со скрипом продвигаемся, вот велодорожку видели на Московском шоссе, вот именно когда часть Масленкова революционная, но от этой идеи отказались, потому что, ну, бессмысленная трата денег. Что касаемо Новосадовой, с Министерства транспорта сейчас ведется работа, обсуждение по поводу того, как это можно подправить, подкорректировать, чтобы было удобно всем участникам дорожного движения. Потому что, проехав первый раз, когда это уход сделали, да, то здесь знаков где-то не хватает, где-то разметки. Вот самая проблема – это как раз разметка. Когда появляется велодорожка, тогда уже должна появляться рядом зебра и, соответственно, еще разметка о велодорожке, что полноправно разрешит велосипедству переезжать дорогу, не спешиваясь. То есть в остальных случаях, если есть зебра, все, велосипед ведешь рядом с собой и переходишь дорогу. Соответственно, тут стоит еще раз напомнить, что вообще ПДД нужно освободить, но и своей жизни тем более. Увы, в этом году было достаточное количество случаев, когда сбивали и взрослых, и детей на пешеходных переходах. Просто потому что не спешились. Ну и уже не говоря про неуположенное место для перехода. То есть покатушки можно и по городу совершать, я так понимаю? Да, конечно. Можно и покатушки, а также, как и обычный транспорт. Вот, то есть я на велосипеде езжу и на работу, и по вопросам велосипеда, ну и просто на какие-то мероприятия. Велокультура, если это подразумевается как самих велосипедистов, да, как они себя ведут на дороге, ну, с этим мы работаем. То есть стараемся проводить открытые уроки по ПДД, да, пояснять, опять же, куда, что, как можно поехать. То есть в этом плане мы развиваем. Что касаемо культуры велосипедной инфраструктурной, да, то здесь все гораздо сложнее. Да, некоторые стремятся сделать велопарковки, но мало кто обращается к нам как к специалистам, чтобы сделать ее правильного формата. Потому что вот есть некоторые магазины, не будем их уж называть, у которых велопарковка достаточно неудобна. Пристегнув только одно колесо, ты можешь остаться без остальной части велосипеда. Что очень чревато, конечно, и обидно. Вот, а если пристегивать, чтобы был и велосипед, и рама, то это, получается, стоит поперек всей парковки, кстати. То есть другие уже не пристегнутся. То есть вот здесь вот приходится работать, приходится менять сознание тех людей, которые это проектируют и заказывают. Сколько лет уйдет вот на то, чтобы мы были культурной велостолицей? Ну, для того, чтобы более-менее адекватно находиться на дороге велосипедистами и автомобилистами, ушло порядка, ну, наверное, четырех-пяти лет. Что касаемо структуры, ну, тяжело сказать, потому что сейчас все нацелены на чемпионат мира по футболу, и про велосипеды особо сейчас как-то не зарекается. Ну, вот после чемпионата, я думаю, вплотную подойдем к подготовке, к развитию велодорожек, чтобы уже целенаправленно готовиться к велосипедному городу. Это был Велоспорт на телеканале Самара Гис. В программе «Мастер спорта» я, Сергей Кизоркин, не прощаюсь. С вами увидимся через неделю вечером без 15.08. Или раньше на спортивных площадках областной столицы. До встречи!